Убажаемый Александр Григорьевич, Вы сегодня находитесь на нашем предприятии в очень знаменательный день. Сегодня 75 лет Гродненщине. И Вы неоднократно говорили, что на нашу область нужно равняться во всех сферах деятельностей. Скажите, пожалуйста, какие Вы видите перспективы для дальнейшего развития нашей области? Вижу очень хорошие перспективы. Сегодня я губернатору сказал, что миллион двести зерновых, ну больше, чем в прошлом году, но это не уровень Гродненской области. Миллион пятьсот, миллион семьсот зерновых колоссовых он может иметь. И триста кукурузы. Два миллиона, если по зерну. Да, в России есть хозяйство, где получают прекрасную пшеницу. Есть компании частные в основном уже, которые производят хорошую говядину или свинину, птицу. Есть там хозяйство или фермеры, которые производят хорошее яблоко. Есть отдельное. Но чтоб в комплексе молоко, мясо, лен, кукуруза, сад, как в прогрессе или вертелишках, да, это многоотрасливое одно хозяйство производит все. Этого уже в России и в Украине, в других нет. Все это уничтожено. А ведь это было когда-то. Только белорусы спасли вот эти многоотрясливые, сохранили хозяйство. В Гродненской области они практически такие все. Но нужно интенсифицироваться. Должны быть лучшие технологии. Как у лучших фермеров в Польше, в Германии, во Франции. Мы проехали по всему миру, мы уже научились это делать. Все Гродненская область умеет делать, только надо сегодня добавлять. И я думаю, что если так задачи ставить перед гродненцами, то в будущем году 15-20 процентов, если добавят, ну герои будете. А все вы умеете делать, поэтому не надо вам ничего рекомендовать. По многим направлениям надо учиться. Вот как пальну, допустим. Вот тут сеем, тут перерабатываем. Воршу везем ткани делать. Или вот сельхозтехники. Молодцы. Сделали холдинг. Старые РМ-заводы подтянули. Сельхозтехники поднимаете. То, что я потребовал восстановить сельхозтехники. Это центр, где должны людям помогать и хозяйствам. Только по ценам надо смотреть, чтобы не оттолкнуть ни людей, ни эти хозяйства. Восстановили, сделали холдинг. Вот это производят и восстанавливают старье на этих сельхозтехниках. Россия сегодня двигатели привозит по импорту, по назакупали техники. А работать никто уже не умеет. Вон они двигатели мерседесовские привезли в Беларусь ремонтировать. То есть вы создаете системы. И это характерная черта вашего губернатора. Я давно его знаю. Молодец. Надо системы всегда создавать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!